Первый раз за 13 лет кругосветной парусной регаты в ней принимает участие полностью женский экипаж. Кирилл Кикнадзе удивился, а женщина на судне это разве не плохая примета? Они успели записать гимн команды, а потом перед долгой разлукой на Испанском берегу прощались со своими близкими. В эти минуты в Атлантике женский экипаж лодки ССЕЙ пытается доказать свое право именоваться нет ни морскими волками, волчицами. Чтобы понять, на что решились 11 девушек, отобранных из сотен кандидатов на попадание в женский экипаж яхты ССЕЙ, первые за всю историю Вольво Оушен несколько цифр. За 9 месяцев они преодолеют 75 тысяч километров, обогнут земной шар, пересекут три океана. Сон 4 часа в сутки, строго по очереди и постоянная изнурительная борьба со стихией и соперниками из шести других команд, не допускающими мысли о том, что на знаменитой регате Вольво Оушен Рейс можно проиграть женщинам. Российская эксменка Екатерина Скудина не понаслышке знает, что предстоит пережить ее коллегам. Это стихия, это выживание, это пребывание долгое время вместе, достижение одной цели. Ребята будут, и девушки тоже будут жить в одной лодке на протяжении фактически года с перерывами на остановке. Их дом – 20-метровая яхта с высоченной мачтой и парусами в 150 квадратов. Управляться с таким хозяйством не то что девушка, не каждый профессионал осмелится. А еще на лодке в 10 тонн идет борьба с лишними граммами. Членам команды разрешили взять всего по 4 смены одежды на первый переход до Киптауна, а это 26 дней. Для меня главная сложность не в физическом переутомлении, а в психологии. Пока не могу привыкнуть к мысли, что месяцами 24 часа в сутки нам всем надо быть плечом к плечу. Но ничего, привыкнем. За предыдущей кругосветной Одиссией в мире следили полтора миллиарда зрителей. Организаторы надеются, что приключения новых героинь океанского сериала привлекут еще больше внимания. Продолжение следует...